Величайшая трагедия, через которую проходят люди, заключается в том, что их чувственное восприятие дает одностороннее представление. Поэтому жизнь превращается в кучу противоположностей и противоречий. Именно поэтому в йоге мы всегда бодрствуем в период Брамма Мухурты. Самое большое затруднение, с которым сталкиваются люди, величайшая трагедия, через которую проходят люди, и самая большая трудность, которую люди хотят преодолеть с такими усилиями, заключается в следующем. Их чувственное восприятие дает одностороннее представление. Если вы видите это, вы не можете увидеть то. Если вы видите свет, вы не можете видеть тьму. Если вы слышите звук, вы не слышите тишину. Поэтому жизнь превратилась в кучу противоположностей и противоречий. Сколько возникает страданий, когда люди пытаются преодолеть эти противоречия. Это невероятно. Сколько сомнений? Сколько трудностей? Если вы задокументируете, через какие страдания проходит 8 миллиардов человек за один год или даже за один день. Всего один день. Этого хватит на целую вечность. Все это лишь из-за того, что люди ошибочно приняли инструменты выживания за инструменты познания. Вам нужно знать, что такое свет, а что такое тьма, если вы хотите пройти здесь. Чтобы взаимодействовать с этим миром, вы должны знать, кто есть мужчина, а кто есть женщина. Эти различия очень односторонние. Я говорил об этом так часто, что теперь это стало для всех слишком привычным. Я говорил об этом слишком много. Вы сидите здесь, как мужчина или женщина. Но вы появились здесь, потому что мужчина и женщина были вместе. У вас существует и ваша мать, и ваш отец. Женщина вы или мужчина – это лишь поверхностное отличие. Однако вы слишком серьезно к этому относитесь, и устраиваете из этого целый цирк. Просто быть мужчиной или женщиной – сколько цирка из-за этого в мире? Забудьте осветить тьме. Это более сложный аспект. Генда – это самая простая вещь, но при этом сколько трудностей, сколько замешательства в обществе, сколько религиозных и священных писаний было написано об этом заблуждении. Так происходит из-за того, что для вас свет и тьма – это два разных мира, потому что они так выглядят. День похож на отдельный мир. Планета выглядит одним образом в течение дня. Ночью – это совершенно другой мир. Но это не так. Мир один и тот же. Я думаю, в какой-то степени вы осознаете это во время сумерек. Поэтому важно вставать до того, как взойдет солнце. Тогда вам ничего не нужно делать. Если вы бдительны и просто наблюдаете, постепенно восприятие проникнет в вас. Именно поэтому в йоге он всегда бодрствует в период Брама Мухурты, потому что тогда начинаются сумерки. Когда вы бодрствуете во время сумерек, вы чувствуете, что в вас ослабевают различия, которые вы создали в своем уме из-за неверного восприятия вашими чувствами. Когда вы написали это стихотворение? Когда? Вы уклоняетесь. Кажется, это было где-то в 2019 году, когда я был в США, в Институте внутренних наук Иша. Это потрясающее место с точки зрения природы. Мы уже кое-что там построили, но осталось проделать еще много работы. Однако в плане природы это по-настоящему невероятное место. Там, где я остановился, невозможно было пропустить закат. Солнце прямо на вашем уровне, потому что мы находимся на вершине утеса, над долиной. Когда Солнце заходит, оно опускается на один уровень с вами. Обычно такое можно наблюдать на берегу океана, но даже там оно будет немного выше. Здесь же, во время заката, Солнце находится ниже вас. Поэтому у вас никак не получится пропустить закат, даже если вы захотите. Итак, я смотрел на закат и понял, что это то, что все упускают. Дело не в величии заката. О ясном переходе, где больше нет того и этого, а есть только это и это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова